Обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Я, Рисков Алексей Александрович, ее отец, Сакирский Григорий Степанович. Обнаружено тело подследственного Р, без признаков жизни. Одна смерть за другой и вокруг каждой факты, которые выходят за рамки стандартной уголовной практики. В Самаре завершилось расследование уголовного дела об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой. По версии следствия, в преступлении виновен ее бывший муж Алексей Рисков. По версии следствия, 2 июля 2021 года, в вечернее время Рисков, получив информацию о прибытии Екатерины Сакирской авиасообщением в город Самара, проследовал на площадку подъезда, где располагалась ее квартира и стал ожидать. Далее, после появления Сакирской рядом с входной дверью квартиры, Рисков, применяя физическую силу, втолкнул ее в помещение и нанес не менее 57 ударов топором. Напомним, 32-летняя Екатерина много лет сама была фигурантом дела об отравлении первого бывшего мужа банкира Дмитрия Пузикова. По версии следствия, мужчина скончался из-за отравленного картофельного пюре в 2012 году. Через три года Пузикову признали виновной в убийстве, но затем приговор отменили. Екатерину оправдали. Казалось, история завершилась благополучно, но в прошлом году жестоко убили и саму Екатерину Пузикову. Это произошло буквально на следующий день после скандального объявления в интернет-сети ее уже второго экс-супруга, президента Федерации кикбоксинга Алексея Рискова. Собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Долго разыскивать убийцу не пришлось. Алексей признал свою вину, но уже 17 июля был и сам обнаружен мертвым в медучреждении УФСИН. По версии следствия, он покончил с собой. На этой неделе следствие подтвердило вину Рискова. По правилам материалы будут направлены в суд, но судить кого? В живых нет ни ответчика, ни жертвы. Бывают такие в жизни случаи, когда в процессе человек уходит на тот свет, скончался по тем или иным причинам. И что это означает? Это не означает, что он автоматически виновен и в отношении него дело прекращает, потому что он виноват, но судить больше некуда. Поэтому, если вдруг такое происходит, то здесь определяют судьбу этого человека близкие родственники. Как нам стало известно, интересы Алексея Рискова представляет его сестра. В данный момент вместе с адвокатом умершего она изучает материалы дела и в ближайшее время будет принимать решение продолжать отстаивать его непричастность или отказаться от суда. Мы вот ознакомились с материалами дела. Сейчас надо все это осознать, понять. Соответственно, если она считает или сочтет необходимым, то есть отстоять честное имя брата, и мы будем понимать, что возможно его реабилитировать. Либо она согласится с той позицией, что фактически он в этом деле был замешан и участвовал, а вот не захочется этих вещей всех проходить. В случае, если родственники Рискова примут решение идти до конца, судебные тяжбы могут продлиться несколько месяцев. Если суд встанет на сторону обвинения, будет вынесен приговор. Но лицо освободят от ответственности в связи со смертью. Если же Рискова оправдают, у родственников будет право на реабилитацию, возмещение расходов на защиту и компенсация морального вреда, а также получение публичных извинений от имени государства. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.